Новогодняя коллекция детективов Праздничная пора, время, когда близкие и родные собираются вместе, чтобы провести время в уютной и дружеской обстановке, готовят угощения и обмениваются подарками, но только не в книгах из нашей подборки. Сразу оговоримся, новогодние детективы – это книги, где будет фигурировать Новый год. Все-таки рождественская и новогодняя суета, шампанские, елки и мандарины – это все в этих книгах. Однако, если вам захочется совместить одно с другим, почитайте классику «Рождество Эркюля Пуаро Агаты Кристи». Лучше не найдете, предлагаем воспринимать новогодние детективы как просто очень хорошие книги этого жанра, от которых вы на 100% получите удовольствие. Кстати, во многих из них будет много снега. Куда подборка детективов без скандинавского муара? В обзоре представлены триллеры, детективы, действия которых разворачиваются в зимнее время, когда улицы украшены новогодними гирляндами, люди спешат по магазинам, чтобы закупиться всем необходимым для предстоящих праздников. Но за всей этой суетой и сияющим фасадом происходят всякие неурядицы. А детективам и полицейским приходится забыть о предназначенных хлопотах, чтобы найти и наказать виновных. Агата Кристи о Рождество Эркюля Пуаро Начнем, конечно, с классики. События романа «Рождество Эркюля Пуаро» разворачиваются в праздничные декабрьские дни в загородном поместье Горстон-Холл, где-то на границе Англии и Шотландии. Как это часто бывает в английских книгах, жутко богатый хозяин дома решает под Рождество собрать всех своих наследников по прошествии многих лет, в течение которых они друг друга знать не знали и видеть не видели. И как это опять же часто бывает, ничем хорошим это не закончилось. И в то время, когда все приличные люди находят подарки под елкой, герои Агаты Кристи находят труп. Расследование ведут местный инспектор Сагаден Миддлширо полковник Джонсон. Но по счастливой случайности в гостях у последнего в эти рождественские дни был наш любимый Эркюль Пуаро. И не пропадать же его серому веществу, когда задачка сама прыгает ему в руки. Приключения рождественского Пудинка Тоже Агаты Кристи Это по сути рассказ или коротенькая повесть. На этот раз Эркюль Пуаро предстоит изоблачить аферистку, похитившую у гостившего в Лондоне восточного принца знаменитый Рубин. Все следы ведут в некое поместье, где на Рождество соберется большая компания. И среди приглашенных будет один весьма самоуверенный бельгиец. А какое же Рождество без традиционного английского пудинга? Сирил Хейер. Чисто английское убийство. Известный сериал «Чисто английское убийство» никакого отношения к этой книге не имеет. Да и называется в оригинале «Убийство бельцомери». И основан на детективной серии о старшем инспекторе Барнаби Кэрролайн Грэм. Я не знаю, зачем название переиначено таким образом, ведь в оригинальном романе убийство действительно было чисто английским. И это отнюдь не голословно. Под псевдонином Сирил Хейер кроется в суде Гордон Кларк, в совершенстве знавший свое дело и отлично разбирающийся в тонкостях британского законодательства. Одна из таких тонкостей и сделала убийство именно английским и никаких больше. Действия романа по классике происходят в занесенном снегом английском поместье, где в сочельник собираются несколько человек, друзья и родственники хозяина лорда Орбика. Компания подбирается весьма разношерстная. И вот в отрезанном от мира старом доме один за другим начинают умирать люди. Разобраться в запутанной цепочке событий удается только иностранцу. Валерия Вербинина «Ход снежной королевы». Продолжим с заснеженными домами в глубинке, но на этот раз оставим в стороне классиков золотого века английского детектива и обратимся к творчеству нашей соотечественницы Валерии Вербинины. Это детектив герметичный в заснеженном доме, отрезанном от мира. На этот раз баронесса попадает в древний французский замок и сервиль, некогда принадлежавшим тамплиерам. На дворе 1884 год. Сочельник. За стенами замка Пурга, замки Чертовщина. По гулким коридорам бродят призраки. На зеркале появляются зловещие надписи. А там уж недалеко и до убийства. Но для Амалии это все не более чем очередное дело на особой службе российского императора. И как всегда баронесса справится блестяще. Алан Брэдли. О, я от призраков больна. Вы знакомы с Славе Делюс? Скорее всего да, потому что детективная серия о гениальной девочке-подростке несколько лет назад стремительно ворвалась на книжный рынок и долгое время оставалась в бестселлерах. В старинном английском поместье Букшоу обитает нелюдимый полковник Делюс с тремя своими дочерьми. И если старшие дочки вполне себе обычные девочки, то младшей нет. Одиннадцатилетняя Флавия обладает острым, циничным умом и ставит химические опыты, распутывает преступления, которые будто сами ее находят. В этот раз преступление подоспело на плечах съемочной группы, которая приехала в поместье Букшоу снимать кино. Главная кинозвезда убита, и ее тело обнаружила, разумеется, Флавия. Ах да, неожиданно выпал снег, и поместье оказалось отрезано от мира. И почему снег в Англии выпадает в таких количествах на Рождество? Только в книжках. Керстингир «Замок в облаках» Это подростковая книга, но я прочитала ее с удовольствием. Юная фанна Функи, бросив школу, поступает на годовую практику в старинный отель Шато-Женве в швейцарских Альпах. Его называют «Замках в облаках», потому что он роскошен и расположен высоко в горах. Приключения, как водится, начинаются под Рождество. В отель, по традиции, съезжается множество гостей. Русские олигархи, американские миллионеры, пожилые супружеские пары, англичаны, специалисты по драгоценностям и его чертовски привлекательный внук. Некоторые из них приезжают сюда каждый год, а для других это поездка воплощения давней мечты. И каждый из гостей не так просто, как кажется. Каждому есть что скрывать. И фанни Функи оказывается в самой гуще невероятных и опасных событий. Но и без любовной линии никак. Это же Young Adult. Кейт Милфорд. «Дом из зеленого стекла». Эта книга по своей завязке похожа на предыдущую. Здесь тоже есть заснеженный отель, есть гости со скелетами в шкафах и дети, которые будут расследовать загадочные происшествия. Майл – приемный ребенок, и его происхождение окутано тайной. Родители Майла владеют старым отелем под названием «Дом из зеленого стекла». Гостиница полна тайн и легенд о знаменитых контрабандах, которые когда-то здесь бывали, а один из них даже кое-что оставил. Что-то, что до сих пор привлекает внимание авантюристов, охотников за сокровищами и прочих отчаянных людей. И вот аккурат под Рождество, в то время, когда отель обычно пустеет, и семья имеет возможность провести праздник в узком кругу, на пороге «Дома из зеленого стекла». Один за другим появляются гости, и сразу за этим следует череда таинственных происшествий, разобраться с которыми предстоит Майла. А помогать ему будет его новая подружка Мэдли, которая тоже что-то скрывает. В книге есть мистика, намек на продолжение истории главного героя, ну и, конечно же, любовь нескучного вам предпраздничного чтения.